Дом вдали от дома. Накануне Дня нефтяника компания «Башнефтьполюс» ввела в эксплуатацию опорную базу промысла на месторождении имени Романа Трепса. В торжественной церемонии открытия приняли участие временно исполняющие обязанности губернатора НАО Игорь Кошин и первые лица компании «Башнефть» и «Башнефтьполюс». Свой профессиональный праздник – День нефтяника вахтовики «Башнефть» встретят здесь, на месторождении имени Романа Трепса, но встретят его в комфортных современных условиях. Ведь нефтепромысел – это не только скважинный нефтепровод, это целая сеть социальной инфраструктуры. Общежитие, гостиницы, административно-бытовой блок и не только. Все объекты, включая высокотехнологичный нефтедобывающий комплекс, недропользователи возвел беспрецедентно короткие сроки. В феврале прошлого года, когда я сюда приехал, мне показалось, что все так печально и страшно, что никогда мы здесь нефть не начнем добывать. Было состояние какой-то разрухи. Ощущение разрухи завершилось в августе 2013-го. Тогда была пройдена первая важная веха развития проекта. Здесь, на месторождении Трепса, началась добыча черного золота. Сегодня «Башнефтьполюс» уверенно прошел второй этап – запуск в эксплуатацию опорной базы нефтепромысла. В торжественной церемонии открытия приняли участие не только первые лица компании, но и все, кто сегодня несет трудовую вахту на месторождении. Сегодня опорная база промысла – это административно-бытовой блок, пожарное депо, современное общежитие на 238 мест, гостиница и столовая. Делегация осмотрела каждый объект. В них созданы действительно современные бытовые условия для жизни вахтовиков. В общежитиях – двухместные комнаты для проживания, просторные холлы с телевизорами. Каждая комната оснащена цифровым спутниковым телевидением. В свободное время нефтяники могут заняться спортом. Для этого здесь есть целый тренажерный зал или поиграть в настольный теннис. Завершилась экскурсия по ОБП пресс-подходам. Глава региона Игорь Кошин, председатель совета директоров Башнефти Феликс Евтушенков и президент компании Александр Корсик ответили, пожалуй, на самый главный вопрос журналистов. Есть замечательные условия, и, как я уже сказал в своем выступлении, что мы, к сожалению, по нашему населенному пункту не можем похвастаться подобным количеством жизни, по части населенных пунктов. Поэтому нам есть чем и стремиться. Я выходец из гражданского строительства почти 10 лет жизни этому отдал. Поэтому, конечно, придраться на эту чему. Может, ко многому нашел. Но все подойдет в сравнении. Мне вот так повезло, что пару лет старших классов в школу, я уехал, получился за границей. Я вам скажу, что общежитие, в котором я живо учился, раза так два похуже, чем здесь. Поэтому в целом я доволен. Уделяя особое внимание бытовым условиям своих сотрудников, «Башнефть» не забывает и про здоровый образ жизни, пропаганда которого является частью корпоративной программы компании. Все присутствующие смогли в этом убедиться. Зрелищный товарищеский футбольный матч между командами компании «Башнефть» и «Башнефтьполюс» стал кульминацией праздничной программы. Несмотря на непрекращающийся дождь, атмосфера на стадионе была жаркая. Кстати, в качестве капитанов команд на поле вышли генеральный директор компании «Башнефтьполюс» Владимир Нестеренко и первый вице-президент по разведке и добыче башнефти Михаил Ставский, чтобы своим примером показать сотрудникам компании важность здорового образа жизни. У нас люди, специалисты с разных департаментов, с разных подразделений «Башнефтьполюс». То есть спорт – это то, что может объединить на футбольном поле, потом на работе, это всегда хорошо. Ну и, конечно, физическая форма важна тоже для работы в таких условиях Крайнего Севера. Этот товарищеский матч стал первым матчем на месторождении Трепса и не последним, говорят футболисты. Кстати, закончился он со счетом 11-7 в пользу компании «Башнефть». Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север», месторождение имени Романа Трепса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова